Всем привет! Меня зовут Юлия и сегодня мы поговорим о фэнтези циклах. Расскажу вам о своих любимых произведениях, которые, как мне кажется, отлично подойдут для чтения осенью. Не то, чтобы я разделяла какие-то определенные литературные жанры на конкретные времена года, но вот есть у меня какое-то внутреннее ощущение, что фэнтези именно хорошо читать осенью, когда хочется такого долгого приключения, причем не выходя из дома. Абсолютно каждая книга, про которую я сегодня буду рассказывать, определенно заслуживает отдельного обзора, а про какие-то я их уже и сделала, но все равно я надеюсь, что вы найдете для себя что-то новое, что-то вам захочется прочитать или, может быть, перечитать. И вот как раз первая книга, про которую я вам расскажу, относится у меня к категории «Два шага до перечитывания» полного цикла. Это, конечно же, «Локвуд и компания». Это идеальные осенние книги. Вот если говорить про ощущения от этой серии, это конец октября и начало ноября. Первый морозец, первое приближение к зиме. Это уникальный баланс между уютом и ужасом. Я не знаю, как Страуду удалось это сочетать, потому что, с одной стороны, здесь есть и страшные приключения, действительно достаточно страшные и криповые призраки. Но, с другой стороны, ребята здесь очень хорошо дружат, они постоянно пьют чай, о чем-то разговаривают. И вот эти всемилые посиделки настолько разбавляют сюжет, настолько вот добавляют вот эту толику осеннего уюта. Я уже столько раз рассказывала вам про эту серию, столько раз признавалась ей любви и говорила, что это мой абсолютный фаворит из книжных циклов на данный момент, что даже не знаю, нужно ли рассказывать про сюжет. Но давайте, наверное, коротко, вот буквально в двух предложениях, в чем здесь завязка и в чем особенность этой истории. Это альтернативный Лондон, действие происходит в наши дни, но я вам гарантирую, что вы его практически не узнаете. То есть, когда я начинала читать этот цикл, я думала, что действие происходит где-то в конце 19-го, но, может быть, в начале 20-го века. Все дело в том, что 50 лет назад в этом Лондоне случилась проблема. Это именно проблема с большой буквы, началось нашествие призраков. И такое нашествие призраков очень во многом определило этот мир. Он вроде наш, но за 50 лет там не случилось таких открытий, допустим, как сотовые телефоны, здесь вы их не найдете. И поэтому очень интересно читать. Естественно, я не буду вам рассказывать, чем закончилась вся эта история, но скажу, что Страут вот буквально в конце каждой главы, в конце каждой книги оставляет обязательно какие-то такие зацепки, которые не дают вам расслабиться и постоянно хочется узнать продолжение. То есть я сейчас подписана на твиттер писателя, и он там периодически проводит сессии вопроса-ответа, и вот ему постоянно задают вопросы по содержанию и первой части, и второй. А что могло бы произойти в том моменте? А что могло там случиться? Расскажите, как дальше развивались характеры персонажей и отношения между ними. Писатель практически на все с удовольствием отвечает, так что если вам, вы уже прочитали, вам не хватает этого мира, обязательно зайдите к нему в твиттер, я оставлю ссылку, и он там на многие вопросы дает ответы, ну и в принципе позволяет вот еще дополнительно узнать какую-то информацию про этот мир. Кстати, если вы раздумываете, есть вариант читать на русском или читать на английском, я, как ни странно, посоветую читать на русском, потому что одна из фишек этой истории, то что здесь подростки ввиду своей профессии охотников на призраков должны вести себя как взрослые. И вот у Страуда они подростки-подростки, ну естественно, там по действиям понятно, что они достаточно осознанно себя ведут, но вот у нас переводчик смог еще и словами, стилем их речи показать то, что они действительно вынуждены быть взрослыми, и вот их образ мыслей, как у взрослых, переводчик у нас идеально доносит через их речь, так что я очень-очень советую, мне на русском книга понравилась даже больше. И следующий цикл это опять же Джонатан Страуд, но немножко другой направленности. Я, конечно же, говорю про трилогию Бартимиуса, и вот сейчас все кинулись читать Локвуда, а про трилогию Бартимиуса, которая, кстати, тоже у нас была недавно переиздана, как-то немножко подзабыли. Надо эту несправедливость восстанавливать. Трилогия Бартимиуса ни в чем не уступает Локвуду, и здесь другие акценты, здесь совершенно другой мир. И вот эти книги я буду советовать в первую очередь тем, кому хочется перечитать Гарри Поттера, или кто очень-очень любит Гарри Поттера, но уже книги зачитаны до дыр, буквально там каждый поворот сюжета уже известен досконально, и перечитывать вы их больше не можете, прочитайте трилогию Бартимиуса. Почему говоря о Бартимиусе, я сразу вспоминаю про Гарри Поттера. Хотя сюжеты у них абсолютно разные, но вот мне кажется, примерно такая же ситуация могла сложиться в мире Джоан Роулинг, если бы в войне победил Волан-де-Морт. То есть волшебники здесь абсолютно обыденное дело, и они находятся как бы на положении высшей расы, и есть еще простолюдины, это люди, которые не наделены магическими способностями, они работают на заводах, то есть вот абсолютно на такой подсобной и, скажем так, низкооплачиваемой работе. Волшебники же живут в роскоши и являются такими знатными представителями рода человеческого. Очень интересное мироустройство, невероятное погружение в атмосферу, и вот главное то, что объединяет и Роулинг, и Джонатан Страуда, они невероятно легко читаются. То есть вот ты проваливаешься с первых страниц в этот мир, и вот как книга заканчивается, только тогда ты потихонечку начинаешь из него выкарабкиваться. Здесь все могущество и сила волшебников основаны на призыве демонов из другого мира. Чтобы их призвать, нужно обязательно знать имя этого демона, но ни в коем случае нельзя раскрывать свое, иначе он в свою очередь получит власть над волшебников. И вот история начинается с того, что главный герой Натаниэль, юный маг, призывает себе услужение Бартимиуса, который является достаточно могущественным Джином, и в общем-то еще не по зубам мальчику. Тот с ним поначалу хоть и может совладать, но получается так, что Бартимиус узнает его настоящее имя, и вот мальчик привязан к Джину, Джин зависит от мальчика, и таким образом начинаются их приключения. И я этот определенно осенний цикл буду советовать не только любителям захватывающих приключений, но и тем, кому нравится немножко покопаться в сюжете поглубже, найти какую-то социальную подоплеку и скрытый смысл. Очень люблю Бартимиуса и крайне вам его рекомендую, если еще не читали. Следующая книга, о которой я вам расскажу, это имя Ветра Патрика Ротфуса, которое я перечитывала летом, о чем сейчас жалею. Не о том, что я перечитала книгу, она совершенно великолепна, а о том, что делала это не сейчас, не осенью. История невероятно атмосферная. Вообще-то, это трилогия. Первая часть «Имя Ветра», вторая «Страхи мудреца», она, кстати, в фан-зоне должна выйти осенью, если я все правильно понимаю, и третья еще не написана. Причем Патрик Ротфус сказал недавно на стриме, вообще не спрашивайте меня про эту книгу, но в любом случае контракт с издательством у него заключен, и история там явно не закончена, поэтому ждем продолжения. Ну а пока в преддверии перевыпуска второй части вы как раз можете взяться за первую. Вы видите, что произведение достаточно объемное, и если сомневаетесь, читать его или нет, попробуйте прочитать пролог. Он называется в старом переводе «Трехчастная тишина», в новом «Молчание в трех частях». Сейчас про перевод еще скажу чуть позже. Я даю просто 90% вероятности того, что из этого мира вы больше не вернетесь, пока не закончите хотя бы первый том. Сюжетное «Имя Ветра» представляет из себя рассказ о жизни главного героя Квоута, актера бродячей труппы, который в детстве лишился просто и родителей, и этой труппы из-за демонов Чендрианов. И вот главная претензия, которую я слышу относительно этой истории, касается того, что главный герой Квоут просто классический Марти Сью. Он красив, его все любят, он храбрый, отважный, и все в этом стиле. Но вот есть очень хорошее сравнение по поводу этой книги. Историю сравнивают с прекрасной песней, которую вы слушаете, и вам даже не хочется вслушиваться в какие-то фальшивые нотки или что-то неправильное в этой мелодии. То есть вы просто наслаждаетесь этим повествованием, как наслаждаетесь невероятным языком Патрика Ротфуса. То есть, как я уже говорила, хотя бы попробуйте, прочитайте ознакомительный фрагмент, и, скорее всего, если вы любите классическое фэнтези, вы просто не сможете оторваться. Касательно переводов. В этой книге, в переиздании от Фанзона, перевод новый, и он менее поэтичный, чем был раньше. Но вот я перечитала и абсолютно довольна, то есть он у меня не вызвал никакой ни агрессии, ни раздражения, при том, что я довольно хорошо помнила старый. Очень-очень понравился, так что, если хотите книгу себе на полке именно в печатном варианте, смело покупайте, перевод здесь хороший. Следующая книга – это тоже цикл, который я перечитываю прямо сейчас, но, вернее, я закончила первые три части, которые собраны в одном томе. Это «Черный отряд» Глена Кука, и как только у азбуки будет выходить дальше переиздание, дальше его буду перечитывать. Про сюжет и основные особенности. Что же в этом цикле я нахожу такого осеннего? «Черный отряд» – это отряд наемников, которые готовы взяться за любую работу в этом мире, лишь бы им заплатили. Причем «Черный отряд» – это такое устойчивое название отряда наемников, но, по сути, члены его постоянно меняются, и образовался он там за много веков до событий, которые происходят в книге. У Глена Кука очень интересная фишка с названиями. «Черный отряд» называется так, потому что когда-то он образовался в южных землях, и состоял он из чернокожих людей. Капитан этого отряда зовется просто «Капитаном». Лекарь, кстати, от лица которого здесь вначале идет соповествование, зовется «Костоправом». И, в общем-то, по аналогии здесь находят имена почти все персонажи, да и географические названия тоже недалеко от них уходят. Но, как ни странно, такие простые названия абсолютно не раздражают, а скорее нравятся, и ты очень быстро привыкаешь вот к такому символизму в тексте Глена Кука. Однажды в ходе выполнения задания черный отряд влипает в большие неприятности и вынужден бежать. И вот в ходе этого бегства они нанимаются на работу к загадочному незнакомцу, который в итоге оказывается душеловым, одним из взятых. Кто такие взятые? Когда-то, за много-много лет до событий, происходящих в книге, в мире была следующая расстановка сил. Существовали могущественные колдуны, и над ними стояли властелин и госпожа. Ну да, название очень в стиле Глена Кука. Однажды они всех этих волшебников себе подчинили и назвали их вот взятыми. Именно хроники черного отряда во многом заложили основы того темного фэнтези, что есть у нас сейчас. Это грязь, пот, кровь, очень реалистичное описание. И вот в такую атмосферу постоянного выживания и сражения как нельзя лучше погружаться именно осенью. Это наикрутейшее приключение, в которое ты сам точно не захотел бы попасть. Но вот на страницах книги почему бы и не пережить. Глен Кука и его хроники черного отряда это моя однозначная рекомендация на осень. И следующий цикл, тоже про него я вам рассказывала, наверное, последние полтора года. Это первый закон Джо Беркромби. А Беркромби доблестный продолжатель традиции Глена Кука. Это тоже дарк фэнтези, со всеми вытекающими из него грязью, кровью и прочим. Начинайте обязательно с основной трилогии «Первый закон». Именно там автор лучше всего познакомит вас с миром, персонажами и его законами. Что мне очень нравится в этой трилогии, это некая неоднородность в сюжете. То постоянный экшен, а то уже почти становится скучно, но не становится, потому что у автора идеальный баланс. Вот как в жизни не может быть постоянного действия или же вообще ничего не происходить. Следующий определенно осенний цикл, про который я вам хочу рассказать, это монстролог Рика Янси. Когда-то, наверное, года два назад, я делала про него отдельный обзор, но там был еще без финала этой истории. Сейчас же я вам могу рассказать в целом. И эта история рассказана в виде дневников, которые обнаруживают в вещах умершего старика. На момент начала записи он совсем мальчишка по имени Уилл Генри, который становится учеником монстролога, таинственного доктора, охотника на монстров. Вместе эта парочка охотится на чудовищ, раскрывает загадки. И в целом цикл монстролог это что-то вроде такого очень странного романа взросления. Уилл становится старше, меняется его восприятие, и он все больше прощается с детством. На страницах вы встретите толпы самых разных монстров, атмосферу настоящего ужаса, и довольно много кровавых подробностей. Если ищете необычный бестиарий и невероятные приключения, обязательно беритесь за монстролога. И, наконец, на закуску один из моих самых любимых циклов. Вы, наверное, по моей безумной улыбке можете догадаться, что речь пойдет про Ведьмака Анжа Сапковского. Это не только любимое осеннее чтение, это чтение абсолютно на каждый сезон у меня, но сейчас попробую объяснить, почему я вам советую начинать знакомиться или перечитывать этот цикл именно осенью. Ведьмак – это в первую очередь невероятно самобытный и атмосферный мир, с которым вы по чуть-чуть начинаете знакомиться в первых же сборниках рассказов и продолжаете на протяжении всей серии книг. И можно настолько в него погрузиться, что уже будет казаться, как будто все это когда-то происходило. Долгие дороги, попутные трактиры, легенды о чудовищах и их вполне реальные представители. Никакой супергероики, все очень настоящее и реальное. Если вы не знаете, с какой стороны подступиться к циклу, обязательно беритесь именно за первые сборники. Ну а под видео я оставлю вам ссылки на все свои ролики, потому что про этот цикл сказано уже очень много слов. Просто берите и читайте. Ну и на этом мои советы именно по объемным циклам подходят к концу. Если вы хотите похожее видео, но с короткими произведениями, с отдельными фэнтези-книгами, то дайте мне знать. Также делитесь своими советами, что вы из фэнтезиатинки любите почитать именно осенью. Ну а мы увидимся буквально завтра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok